Итак, друзья, тема сегодняшнего эфира «Белок и похудение» вместе с нутрициологом Еленой Сухановой мы разбираем самые животрепещущие моменты этого процесса. Ну и, конечно же, с выдержками из научных исследований. Готовился сегодня к эфиру, посмотрел на подмеди несколько интересных мета-обзоров. В общем, есть, что вам сегодня нового интересного рассказать. Ну а прямо сейчас давай кратко с тобой, Елен, пройдемся по функциям белка. Почему он такой вообще важный и почему мы часто не замечаем его дефицита? Давай, конечно. Это очень такое логичное начало. Смотрите, белок – это основной, белок в смысле все аминокислоты, которые находятся в белке, это основной строительный материал всех структур нашего тела. Абсолютно всех. Гормоны – это белковые структуры, мышцы, естественно. То есть мы по большому счету состоим из белка, то есть основа наша. И вот роль, ну, учитывая нашу тему, да, и что мы не будем от нее сильно уходить в сторону, я сразу буду переходить в тему похудения и роли белка в нашем пути к идеальному весу. Белок дает энергию, белок дает витальность, энергичность. И чем больше мы энергичны, тем больше мы тратим калорий. Это вот эти две мысли, их надо обязательно соединить и точно себе записать. И белок – это основа физического, гормонального и психического, в том числе, здоровья, потому что наши нейроны тоже состоят из белковых структур. И наши нейромедиаторы тоже белковые структуры. Куда ни кися, да, везде у нас будет слово белок и аминокислоты. И самое интересное, ну, то есть это такой, знаете, из разряда инсайта, да, таком «Вау!». Вот, когда я разговариваю со своими клиентами на своих проектах, я всегда говорю, ребята, белок – это основа насыщения. Да, то есть вот пока человек не съест нужное количество белка из любого источника на самом деле, да, то есть неважно, какой источник, важно, чтобы белок был по полному аминокислотному составу, мы будем искать пищу. Были исследования, сначала они проводились на животных, по животным хорошо видно, как они ищут по пищу, как они реагируют, да, вот, и вот пока не наедают млекопитающие, а мы млекопитающие, вот, правда, очень умные, но всё равно, и пока мы не наедим нужное нам количество белка, мы будем искать пищу. Соответственно, мы должны запомнить с вами, что белок даёт качественное насыщение, это прямо архиважно в нашем сегодняшнем эфире. И при этом получается, что часто этот пищевой поисковый рефлекс, вот это поведение в поисках пищи, оно инициируется как раз-таки дефицитом белка, и часто, когда тянет на сладкое, это должно навести на мысль о том, что, возможно, не сладкого совсем организму нужно, а нужно белка. А вот в чём дело. Дело в том, что, ну, аминокислоты, как продукт распада белка в организме, используются, ну, не только как стройматериал, да, вот, все вышеозвученные функции, как то построение наших клеток тканей, нервная система, гормональная система, пожалуйста, иммунная система, да. Аминокислоты также используются и для синтеза глюпозы, глюконеогенез в печени происходит из аминокислот, и это даже, наверное, самый простой для организма способ, именно по этой причине, когда мы пытаемся похудеть, например, и неправильно свой рацион составляем с дефицитом белка, то мы начинаем поедать наш собственный белок, то есть собственную мышечную массу мы, по сути, съедаем, поскольку организму проще отщепить аминокислоты от собственных мышц для того, чтобы на растопку их бросить. Вот почему особенно важно уделять внимание адекватному уровню потребления белка на фоне диет, на фоне дефицита калорий. И вот дальше мы как раз будем разбирать с точки зрения науки, что это нам даёт. Ну а пока, Лен, вот тебе такой вопрос, как вообще определить потребность в белке и как вообще нам подойти к составлению рациона, вот в этом плане, с точки зрения активности, например. Давай начнём с симптома дефицита белка, потому что нам нужно понимать, то есть у нас есть две мысли в голове, два процесса. То есть один процесс – это симптомы дефицита белка, а второй процесс – это наше пищевое поведение. Понятное дело, что пищевое поведение – штука сложная, на неё влияет не только белок, это ясное дело, но мы сейчас просто сфокусили на этом. И вот эти два процесса надо тоже их соединить, и они реально взаимосвязаны. Так вот симптомы дефицита белка у нас часто выглядят как частое чувство голода, то есть бывает такое, что-то поел, что-то очень полезное, ну там, я не знаю, смузи, например, да, или что-то такое, что-то подобное, да, и как бы очень быстро хочешь кушать. И это действительно раздражает, особенно когда ограничительный рацион, какое-то движение к идеальному весу, да, и человек голодный, он, ну, скажем так, не очень оптимальный, да, в своих реакциях, как психических, так и физических. Раздражительность, соответственно, беспокойство, может возникнуть затем апатия, вялость, солнивость, вплоть до снижения артериального давления. И дальше на дефиците белка могут возникнуть такие истории, например, как морщины, да, там, ну, мы будем не очень довольны своим внешним видом, да, своей кожей, своими волосами, мы можем быть недовольными своим иммунитетом в том числе, да, у нас может быть даже, нарушение у женщин менструального цикла, то есть, ну, летит, летят такие достаточно серьезные метаболические процессы. И люди иногда не видят взаимосвязи, потому что они думают, что это, например, там, витамины, минералы, и в чем-то они правы, конечно же, да, но смотреть на количество белка в рационе – это прямо очень хорошая идея, да, проверить свой рацион, позаписывать, что ешь в течение дня, повзвешивать, ну, и пищевые дневники или фитча, кстати, очень даже помогает для того, чтобы посмотреть про белок. И тут я немножко потеряла мысль, меня, ну, сориентируй немножко, Юлиан, да, то есть, мы куда сейчас выходим? Мы сейчас в нормы белка, да, идем? Да, да, смотри, нам нужно проговорить, ну, мне кажется, это ключевая мысль, вообще, от чего отталкиваться. То есть, есть разные уровни активности, и, сообразно этому, есть разные уровни потребления белка, и особенно, если речь идет про похудение. Вот что здесь нам говорят методические рекомендации? Поняла. Ой, у нас, на самом деле, с нормами белка очень такая история, ну, она выглядит как запутанная, на самом деле, да. Самая главная мысль, она описана в методических рекомендациях Роспотребнадзора 2021 года, те, которыми мы сейчас все пользуемся, что потребность белка зависит от физической и нервно-психической нагрузки. Физическую нагрузку мы привыкли учитывать, да, в расчете белка, а вот нервно-психическую мы не очень понимаем, как ее посчитать хотя бы, да, ну, то есть, в чем мерить? В попугаях, в граммах, да, вот сложно понять, как это все, и там очень много субъективизма. Соответственно, у нас есть в методических рекомендациях Роспотребнадзора используются проценты от общего ковыража за день, да, и там мы видим от 12 до 14 процентов в зависимости от коэффициента физической активности. Средний коэффициент физической активности для тех, кто просто живет в городе, да, ну, там, не фанат тренировок и работает обычно, сидя за столом, да, он составляет 1,4, и для них удельный вес белка в калорийности составляет 14 процентов. А лица, которые заняты физическим трудом или тренируются, да, спортсмены, у них уже коэффициент физической активности 2,2, да, то есть там повышается. Но у них и калораж больше, соответственно, и белка у них в граммах значительно больше. Дальше. Там же, в рекомендациях Роспотребнадзора такая суперфраза, что для обеспечения равновесия, да, белковый баланс, мы понимаем, что нам нужно 0,83 грамма белка на 1 килограмм веса, при том, что мы по умолчанию понимаем, что коэффициент усвоения его равен единице. Тут тонкий момент. Мы не все усваиваем белок один к одному, да, то есть мы можем какую-то часть белка не усвоить. Кстати, это хорошо показывает простой, дешёвый, очень классный анализ, называется КА-программа, общий анализ калов. И если мы там находим белок, значит, у нас усвоение белка не полное. Дальше. Это Роспотребнадзор. Если у нас средняя мировая ситуация, то есть средняя температура по больнице, вот там понятнее гораздо, потому что там, значит, взяли рекомендуемое минимальное количество белка в сутки 0,8-1 грамм на килограмм веса, ну, то есть, например, если человек весит 70 килограмм, то для него приблизительно 70 грамм белка ему надо. Количество грамм белка в пище не равно весу белковой пищи, да. То есть у нас там в 100 граммах условно куриной грудки приблизительно 20 грамм белка, чтобы вы понимали соотношение. Но это все знают. Так вот, дальше средние мировые рекомендации говорят, что если вы тренируетесь, если вы имеете физическую нагрузку, в общем, если вы wellness, вот, то вам нужно 1,4-2 грамма на 1 килограмм массы тела. Уже увеличивается. То есть если человек 70 килограмм, да, то, если он тренируется, то ему нужно приблизительно, да, от 100-105 грамм белка до 140 грамм белка в сутки, да, то есть ставки повышаются. Значит, это у нас с вами Институт медицины США. А еще у нас есть ВОЗ. То есть вот, ну, вот если бы это было все просто, то было бы все просто, да, то есть в инфопространстве не было бы никаких споров по поводу этих граммов белка. Да, да, когда заходишь на форумы или какие-то там беседы, где сидят нутрициологи, там просто копии ломаются об эти граммы белка в килограммы, в общем, там прям споры. Так вот ВОЗ у нас почему-то взял очень низкие нормы белка на килограмм веса. 0,66 для женщин и 0,83 для мужчин. Вероятно, потому вот это моя такая мысль, что ВОЗ у нас с вами там такая политизированная, да, история, и у них борьба с голодом, да, вот эти вот африканские всякие вот страны, и мне кажется, что они взяли ниже дозы, чтобы каким-то образом обеспечивать вот свои вот эти, да, вот эти все акции и помощь. Потому что среднемировая история, которую я говорила, да, вот где 0,8 – 1 килограмм и 1,4 – 2 грамма на килограмм веса, среднемировая по развитым странам, да, то есть это вот мы взяли все рекомендации, как-то их слепили, объединили, посмотрели. И важный момент, это прямо подчеркиваем красным маркером, что на килограмм какого веса мы берем этот грамм белка. Человек, например, весит 150 килограмм ростом 1,70 женского пола, большой. Как считать белок для этого человека? То есть по как, 150 грамм белка получается? Ну как бы, да? Нет, мы берем, это как и с водой, кстати, мы берем расчет белка на килограмм своего идеального веса, но не того идеального веса, который ИМТ ниже 20, да, то есть что такое идеальный вес? Мы можем взять индекс массы тела, 23, ну если человек весит 150, да, ну то есть, например, очень много, он даже помечтать не может, что он будет и хочет весить 75 килограмм. Ну то есть для него это совершенно невероятная цифра, да, и ему, его спросишь, какой у тебя идеальный вес, он скажет, да хотя бы 120 там или 110. Это не его идеальный вес, это тот вес, который он может головой пока допустить в своей реальности. А его идеальный вес соответствует среднему ИМТ между 20 и 25. То есть мы берем индекс массы тела, 23. Обычно, ну это сложно, а если взять совсем просто, мы берем сантиметры роста, 1,70, и просто отнимаем 100, даже не 110. И вот эти минус 100 приблизительно равны ИМТ 23, 24. Соответственно, если человек 1,70 роста, то у него мы можем спокойно рассчитывать ему вот этот 1 грамм белка, с него начинать, да, на 70 килограмм, просто минус 100. Тогда получается картина более-менее ясная. А если человек начал тренироваться или он начал худеть, то это архиважно, действительно, Юлиан, потому что если мы сжигаем свою мышечную массу, а организм будет это делать на ограничительном рационе, то мы получаемся skinny fat. То есть жир так, он потише топится, мышцы-то они, ох, как быстро летят. Да, и мы как будто бы уменьшаемся, но полезные массы в нас становятся меньше. Что значит полезные? Это мышечная масса, та, которая обеспечивает нам все метаболические процессы. Вот. Ответила? Ты знаешь, я вот, когда ты мне начала рассказывать про ВОЗ в контексте голодающих в Африке, я вот просто сразу это сочетал. У меня абсолютно такое же представление. И ты права, что далеко не все, что нам рекомендует ВОЗ, является, ну вот, скажем так, адекватным с точки зрения современной клиники. То есть это скорее, ну вот как, например, данные в учебнике и данные в научных статьях. То, что происходит постепенно со временем, аккумуляция данных научных, она потом ложится в учебники. Происходит это с запозданием примерно там в 3-5 лет. И то же самое вот с такими общим мировыми какими-то данными, да, которые, ну, более консервативны, что ли. Вот. И, конечно, говоря про потребности белка, для всех наших слушателей успокоен. Тяжело на слух воспринимать цифры. Мы обязательно в комментариях к эфиру, к записи, которую мы выложим, мы напишем все эти нормы, все вот эти вот варианты, сколько белка на, грамм белка на килограмм веса тела. И также я еще приложу туда парочку ссылок на научные статьи. Вот, собственно, продолжу тему потребностей в белке. Попался мне на глаза интересный метаобзор 2015 года американской клинической интуиционологии. Значит, там вот такие данные получили. Ну, напомню, для зрителей метаобзор – это обзор обзоров. Ну, то есть это вот когда берутся прям большие выборки, большое количество исследований, не одно какое-то, а прям вот список из ряда за там какой-то промежуток времени. И делается сквозной срез. И вот на основе такого метаобзора авторы пришли к выводу, что, внимание, диеты с высоким содержанием белка, а именно от 1,2 до 1,6 грамма на 1 килограмм веса, во-первых, включают то количество белка, которое обеспечивает, по крайней мере, 25-30 граммов белка на 1 прием пищи, что очень, скажем так, конгруентно, да, сообразно нашим потребностям. То есть у нас достаточно бывает сложное усвоение белка сверх вот этих количеств. Часто требуются какие-то дополнительные пищеварительные ферменты, потому что наша пищеварительная система уже за один присест выше 30 граммов, ну, достаточно сложно может переварить, даже если это сверхусвояемая форма белка, да, может случиться какое-то вздутие. Плюс, если мы поговорим про анаболический отклик, то кривая роста метаболического отклика, она резко поднимается до 20 граммов, и от 20 до 30 она продолжает подниматься, но уже более пологой становится. И выше 30 она останавливается, выходит на платор. То есть максимальный метаболический отклик мы получаем при потреблении 30 граммов белка за 1 прием пищи. То есть это количество белка запускает максимально, максимально эффективно запускает процессы синтеза нового белка в нашем организме, который необходим нам на все те функции, которые мы озвучивали выше, ну и, конечно же, помогает нам поддерживать ряд важных. Это примерно 150 грамм. Да, и вот что важно. Да, это примерно 150 грамм птичьего мяса, да, или порция протеина. Да, это примерно так. И согласитесь, что гораздо удобнее порой получать часть этого белка, я имею в виду вот в сутки, не только из привычных пищевых источников, из мяса или кидроститные источники белка, но добавлять также в виде специализированных продуктов, таких как, например, протеиновые смеси, протеины, в которых мы очень четко можем отдозировать, во-первых, во-вторых, это удобно, быстро разводится, быстро выпивается, можно использовать как замена перекуса или как дополнение к основному рациону. Ну, в любом разе примерно 50% белка можно добирать из коктейлей. Так вот, возвращаясь к исследованию, такое количество белка в сутки, вот такая диета высокобелковая, она обеспечивает улучшение аппетита, контроль массы тела и снижает ряд кардиометаболических факторов риска. То есть, мы влияем и на, собственно, свою фигуру, но, что важнее, на здоровье. И вот тут в продолжении еще одна статейка, которая тоже заслуживает внимания. Клинические испытания в 2020 году показали, что прием пищи придерживается группа респондентов в течение 6-12 месяцев высокобелковой диеты. И по результатам это обеспечивает эффект снижения веса тела. И, что самое важное, еще и защищает нас от отката. То есть, профилактика возврата к тем лишним килограммам, которые были до старта процесса похудения. Еще важный момент, на котором хочу заострить внимание. При здоровых почках, при отсутствии каких-то противопоказаний, вот такое время, 6-12 месяцев на высокобелковой диете никак не влияет на плотность костей и не вызывает каких-то неблагоприятных последствий для почек. Часто можно услышать такой миф о том, что вот будешь много есть белка, угробишь свои почки. Вот есть клинические данные, которые говорят, что если все нормально, то в таких границах это безопасно. Также прием белка, если мы чуть-чуть углубимся в обмен веществ, стимулирует синтез так называемых анорексигенных гормонов, то есть гормоны, которые притупляют наш аппетит. То есть мы, потребляя достаточное количество белка, защищаем себя от переедания, что важно. Кроме того, мы запускаем очень важные процессы термогенеза. То есть в конечном итоге эффект похудения от такой высокой белковой диеты на фоне общего снижения калорийности рациона приводит к повышению образования тепла, термогенеза в организме. Именно мышечная ткань, почему она полезная? Не только потому, что мы можем приседать и накачивать попу или бицепсы, а именно потому, что мы даже в покое, благодаря мышечной ткани, тратим энергию именно благодаря тому, что мы производим тепло. И вот при адекватном потреблении, при достаточном количестве белка, мы поддерживаем этот процесс на нужном уровне и мы защищаем себя от накопления избытков жира. То есть у нас энергия уходит по самому, что ни на есть, хорошему пути. Она уходит не в бока, а уходит на обогрев окружающего пространства. Так что вот такая диета, она даже с научной точки зрения обладает массой преимуществ. Ну а ты как эксперт, Лена, сейчас мне 100%, я думаю, накидаешь какие-то живые кейсы. Ну, наука наукой, да, а есть твой профессиональный опыт как эксперта-мутрициолога. И, конечно же, я уверен, что есть такие кейсы, да, когда люди эффективно сбрасывали вес, придерживаясь такой диеты. Да, согласна, абсолютно. И я расскажу, и внутри этих кейсов будут лайфхаки и нюансы, которые помогут вам сориентироваться в этой теме. Ну, например, первый случай даже, да, не кейс, девушка, 60 килограмм вес, 175 килограмм рост, то есть она, в принципе, стройная, вот, пишет, звонит, жалуется, что у неё потеря энергии какая-то интересная такая, как будто бы остыния и даже низкое давление. Да, первый вопрос, который я задаю, пожалуйста, сколько у тебя белка в рационе? И это был самый первый и последний вопрос, потому что она, ой, а я что-то вот как-то закрутилась, и последние несколько дней как-то вот, ну, муж уехал в командировку, и она, ну, что-то вот по-женски как-то недосмотрела. Тигру-то мясо она накладывает, да, своему мужу, а себе что-то подзабыла, да. И вопрос энергии был решён мгновенно просто, но она чувствительная к давлению, да, то есть она такая, у неё с давлением такие тонкие взаимоотношения. Более наш такой прямой, да, случай, когда приходит ко мне человек с лишним весом, неважно, с каким, тут уже не имеет значения, да, и обычно эти люди, они жалуются ещё на нехватку энергии. Вот почему-то эти два запроса, они идут вот прям рука об руку. Вот, нехватка энергии, невозможность заниматься физическими нагрузками, потому что не хватает, ну, банальной сил, да, и вот лишний вес, там, условно, там, 10 килограмм лишнего веса, всё никак. Вот, начинаем разбирать рацион. Слушайте, я в 80 случаях из 100 вижу 40 грамм белка в сутки, 35 грамм белка в сутки, 50 максимум. Начинаем разбирать рацион, и этот белок замещён реальной совершенно едой, пустой. Это кондитерские изделия, да, какие-то там мучные, мучные, какие-то пустые продукты, которые внутри себя ничего не несут полезного, да, то есть человек недополучает в итоге витаминов и минералов, естественно, недополучает белка, и, естественно, ищет еду, бесконечно ищет у него постоянно поисковый интерес к еде, и естественным образом он находит сладкое мучное, потому что оно в готовом виде у нас. Вот выходишь на улицу, одни пекарни, понимаете, одни булочные, заходишь кофе попить, на тебя наваливается витрина, да, вот с этими всеми историями, и там в углу, вот у нас здесь есть любимая моя кофейня, и там в уголке, вот в один рядочек, вот так вот узенькие, стоят такие стаканчики с крышечкой 50 грамм, и там орешки. Всё, всё остальное есть просто нельзя, то есть если я хочу есть, я беру эти орешки, ну, потому что там, ну, это плотная, нутритивно-плотная еда, с той калорийностью, как кондитерская вся, да, вот это вот безобразие, это всё, но я поем, и я буду, во-первых, сытая, потому что в орехах очень много белка, ребят, вот, и я буду довольная, потому что в орехах много ещё всего всякого, важного, и человек, он, ну, как бы мы, мы же заняты своей работой, своими делами, не всегда можем сориентироваться, вот, люди, конечно, выбирают то, что находится справа от орешков, ну, в общем, вот это всё. И я, когда начинаю работать с рационом людей, мы договариваемся, что мы не будем испытывать чувство голода, мы будем стараться идти по этому пути комфортно, чтобы снижение веса не было травматичным для организма и для психики. Поэтому основная идея, которую я продвигаю в головы своих клиентов, ребят, мы едим белок, но там уже смотрим, ориентируемся, какой белок человек ест, потому что есть разные принципы питания у людей, да, и там, и кошерный, и халяль, и, допустим, человек любит только рыбу, да, или совсем, допустим, вегетарианские варианты. Можно всё всегда, то есть, как сказать, вот это вот состояние, он при правильном грамотном подходе, он не влияет на уменьшение белка в рационе, да, то есть белок всё равно поступает, если мы правильно, грамотно это всё скомпонуем. Вот. И идея такая, что у нас есть белок, и у нас есть овощи. Почему овощи? Потому что овощи, ну, кроме того, что это понятное дело, источник клетчатки, витаминов, минералов, отсутствие такого количества сахара, как в фруктах и других группах продуктов, типа кондитерских, да, и мычных изделий, овощи улучшают усвоение белка, они улучшают прохождение, да, вот этого пищевого комка по кишечнику, пассаж другой, комфорт другой, он выше. И ты вот сказал про настроение, я такая сижу, думаю, действительно ведь, когда человек доедает, да, это нормальное количество белка, у него и настроение лучше, потому что, вот, в нашем кишечнике, да, то есть у нас там много чего происходит, в том числе и синтез нейромедиаторов при правильном рационе. Правильный рацион, это мы не уходим, вот, в кето, да, вот туда мы не идем, там опасно, там территория сложная, и это лечебные протоколы питания, да, которые помогают при определенных состоядах. Наша с вами задача здоровых людей выбрать рацион, который будет иметь нужное нам количество белка, и те нутриенты, которые функционально обеспечивают нам хорошее настроение, нужную нам массу тела, и нужное нам количество нутриентов. Кстати, если взять по колоражу, да, у нас же Роспотребнадзор от колоража идет, да, то если у вас есть лишний вес, вы, естественно, будете уменьшать колораж, да, и вот, почему есть такое, да, понятие диета и рацион, да, я вот использую только понятие рацион, потому что, например, если человек пришел, ну, условно, 90 килограмм, да, а ему надо похудеть до 70, я говорю, возьмите рацион, который будет поддерживать ваши 70 килограмм, и просто его держите, когда вам будет 90, это будет ограничительный рацион, но когда вы дойдете до 70, это будет ваш, если мы едим 3000 калорий, мы вес набираем, если мы едим там полторы, там 2000 калорий, я говорю про среднюю статистическую женщину, которая не сильно напрягается в зале, потому что у спортсменов там колораж совсем другой, да, вот, то это будет, конечно, колораж, который обеспечит достаточно стройное тело, то сначала он будет для вас ограничительный, а потом он будет для вас привычный, и вы на нем будете иметь то тело, которое вам нужно, но вот в этих вот там, условно, полутора, двух тысячах калорий, обязательно должна быть та часть белка, которую вам надо отслеживать, чтобы она не уменьшалась, да, то есть по сути дела у вас две точки внимания, нам нужно следить за тем, чтобы белка было не меньше чем, да, и нам нужно следить за тем, чтобы углеводов было не больше чем, потому что наше время, мы живем в углеводное время, у нас просто углеводная эпидемия, мы куда ни кинем глаз, я захожу в магазин, это бесконечные такие, вот знаете, ряды печенек, да, и очень узкий ряд с нормальной едой, вот это как раз про наше время, вот это такое соотношение еды, и, наверное, нам надо сказать про протеин все-таки, потому что вот у меня есть ощущение, что протеин это очень крутая штука, ну, как бы я его использую сама, и я с клиентами его использую все время, потому что там вот в момент похудения возникает очень важный нюанс, мы уходим от мучной и сладкой пищи, ну, мы же сокращаем калории, понятно, что мы, за счет чего мы будем сокращать калории, за счет белка, что ли, мы будем за счет мучного и сладкого сокращать калории, у человека возникает, ну, как бы грустно, ну, десерта нет, ну, правда, тяжело, это нужно привыкнуть жить без сладкого, и это серьезная психическая работа над собой, и вот как раз этот сладкий протеин, вот этот вкусненький, который на меша, особенно вот я люблю этот клубничный вкус в киллформе, не знаю, я вот просто фанат, он реально вкусный, и он заменяет как будто бы десерт, то есть мы пьем коктейль, ну, да, вот там молочные коктейли бывают, в этих, в кафешках, вот, например, вот мы пьем этот же самый коктейль, ну, представьте, да, вот в этом огромном стакане, там всего лишь 100, что-то там, 120, что ли, калорий максимум, да, 24 грамма белка, и просто море наслаждения, да, там какие-то кусочки клубники, ну, кто любит шоколад, печенье, пожалуйста, там вкусы же есть еще, это я просто про себя сейчас, да, сказала, и возникает, не возникает вакуума, да, вот в том вкусе сладком, который хочется, хочется, но нельзя, троциолог, например, запретил, вот, и тогда возникает баланс во вкусах, и не бывает вот этих срывов, когда мы проходим мимо пекарни, они еще, мне так подозревают, вентиляцию вот так выводят прям куда-нибудь над входной дверью, чтобы еще вот запах был обязательно, да, чтобы ты шел, и вот эти булки тебе прям вновь, приводится очень серьезно сдерживаться, потому что, а если ты сыта, если ты попила свой коктейль, да, например, да, поела, то тебе эти булки, ну, как бы есть, да, вкусно, понятно, но ты имеешь силы пройти мимо них, вот, ну, это очень трудно, да, Юлиан, мне остается только подытожить, после всего вышесказанного тобой, что надежным способом защиты от переедания будет непросто, адекватное потребление белка, да, но и добавление в свой рацион добавок в виде протеина, как способ еще и некой такой эмоциональной разгрузки, сделать себе приятное на фоне дефицита калорий, вот такая небольшая обманка, очень даже похожая по вкусу на десерт, но при этом намного более полезная, да, менее калорийная, ну, и в целом важно сидеть на диете с умом, не надо жестить, не нужно устраивать просто какие-то пытки, знаете, называется смертельная диета, да, на капустном листе, вот что-то такое, нет, ни в коем случае, даже более того, я вам скажу, сокращая калории, нужно сокращать их за счет углеводов, заменять различные углеводы из сладкого, мучного и так далее, заменять на растительные углеводы сложные, то есть клетчатку, самый сложный, что ни на есть углевод, пожалуйста, овощи, зелень побольше, для того, чтобы, опять же, не испытывать мучительного чувства голода, для того, чтобы пищеварительный тракт был занят перевариванием вот этой всей клетчатки, при этом не снижайте уровень потребления жира, что важно, особенно девушкам такой совет, ниже 1 грамма жира на килограмм своего веса, опять же, это связано с тем, что жир нам нужен, особенно, если мы говорим про все женские циклы, то для того, чтобы у вас на фоне вашего похудения никаких проблем с вашей женской сферой не случилось, важно следить еще и за тем, чтобы полезные жиры также в ваш организм поступали. Ну и закончу на белке, еще раз, примерно хотя бы 1 грамм белка в день 100% нужно потреблять, возможно, и больше, возможно, 1,2, ну вот как мы сегодня говорили в исследовании, до 1,6 грамма вполне себе возможно, ну а некоторые спортсмены, как известно, могут позволить себе потреблять и более высокие количество, там порой доходит до 2-2,5 грамм, а то и 3 грамма на килограмм веса тела, ну вот все, что выше 3, даже я бы сказал 2,5 грамм на килограмм веса тела, это уже, конечно, такая серая зона, там уже действительно может быть нагрузка на почки, на печень и вообще на все наши системы выделительные. Вот, поэтому худейте с головой, худейте эффективно, легко и с удовольствием. Друзья, спасибо, что были с нами, всем вам желаем крепкого здоровья по традиции, отличного настроения, любви, счастья, ну что, и идеальной фигуры. Всего вам доброго, и присоединяюсь к словам Юлиана, жму вам всем руки, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok